доброе утро друзья сегодня у нас пятница 26 мая и в этот день свой день рождения отмечает людмила петрушевская русский прозаик поэтесса драматург сценарист переводчица а также исполнительница разных музыкальных направлений людмилу петрушевскую очень часто сравнивают с гансом христианом андерсоном и действительно ее сказки очень похожи на истории великого датчанина людмила петрушевская родилась 26 мая 1938 года в москве при рождении людмиле петрушевской дали имя долорес честь испанской коммунистки долорес и баруни и барури которая по словам мамы людмила петрушевской склонилась над нее коляской возле дома совета и до 16 лет писательница носила это имя долорес она переживала так как часто дети ее дразнили за необычное имя поэтому все таки она уговорила свою маму сменить имя и так долорес яковлева стала людмилой петрушевской людмила петрушевская прожила очень тяжелое полуголодное детство связано это было с началом войны она скиталась по родственникам и даже жила в детском доме под ухой после войны она вернулась в москву поступила на журналистский факультет московского университета и после окончания его очень долгое время работала журналистом корреспондентом газет сотрудницы разного рода издательств вот петрушевская рода начала сама сочинять свои произведения она начала писать сценарий и начала писать стихи всерьез не задумываясь о писательской карьере писательской деятельности первым ее опубликованным произведением стал рассказ который называется че через поля который появился в 1972 году журнале аврора первая серьезная же публикация сборник рассказов бессмертная любовь вышла когда людьми петрушевской было уже 50 лет тираж этой публикации был 30 тысяч экземпляров его раскупили за два дня этот феномен очень часто объясняется тем что писательница уже к этому моменту была достаточно популярна в кругах сам из сам издата петрушевскую приели в союз писателей в 1977 году она даже написала письмо горбачева с просьбой дать и возможности публиковаться на что получила ответ у нас очередь мертвецов лет на 10 а главный редактор нового мира твардовский который первым начал печатать произведение солженицына решительно отказался публиковать рассказы петрушевской отметив что это талантливо но уж больно мрачно нельзя ли посветлее как бы уже я думаю обратили внимание помимо прозы людмила стефановна пишет еще и стихи и иллюстрирует их собственными рисунками то есть талант очень широк и распространяется на многие сферы это и художественная сторона это и музыкальная сторона это и писательство людмила петрушевская является активным блогером пользователем фейсбука часто публикует там свое мнение свою позицию по агимна либо ситуациям и проблемам как сама она отмечает она изобретая за изобретает новый язык и сочиняет на нем циклы сказок все казалось довольно просто мечты когда они исполняются выглядят как обычная жизнь никакого счастья люди гораздо умнее чем мы о них думаем особенно если дело идет о деньгах спасибо за ваше внимание желаю вам хороших выходных увидимся с вами завтра до свидания